Здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Так уже принято в преддверии Нового года строить планы на будущее и подводить итоги года уходящего. Какие события в 2016 году Вы считаете главными? Событий произошло очень много. Я считаю, что самое главное – это детский сад. Мы открыли с Вами в феврале месяце на 140 мест с бассейном, кинозалом. Он сейчас прекрасно работает. В этом районе, если Вы все помните, то более 50 лет не строились вообще детские сады. Ну и, конечно, это, я считаю, что стало хорошим подарком для именно жителей этого района. Тем более мы уменьшили с Вами очередь. До трех лет у нас ее практически, практически ее нет. Следующее серьезное достижение уходящего года – это школа номер 33, которая в мае вновь вступила в строй после реконструкции. Вопрос стоял, наверное, даже о закрытии этой школы в связи с непригодностью здания. Теперь школа сохранена, сохранен педагогический коллектив. Я считаю, что это очень важно. К тому же этот район мы сейчас застраиваем. Обновленную школу очень кстати. В конце года мы также завершили, это наш тоже огромный прорыв, это завершили строительство водопровода, который обеспечил качественной питьевой водой два района города – это Байкаим и поселок Никитинский. Почти 4 тысячи человек таким образом получили качественную, хорошую воду. Считаю большим достижением в уходящем году также, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, мы сохранили такой, так скажем, социальный проект, как День шахтера в одном районе. В этом году подарок главному шахтерскому празднику от властей города и от компании «Суэк Кузбасс» получил у нас десятый участок. И самая любимая долгожданная деятельность – это, наверное, велолыжная трасса, которую мы с вами вместе общими силами строили. Ее вводили в строй поэтапно и в течение года, так скажем, со всем миром работали. Сейчас, так скажем, с учетом пожеланий наших горожан, мы приняты работу продолжить и трассу будем реконструировать, усовершенствовать, можно так, наверное, сказать. Ну, это вот такие основные, наверное, события, что у нас проходили. А что не сложилось в сфере каких-то причин? Ну, крупных неудач, сбоев в течение года не было. Трудности, проблемы, да, но без проблем ни одно серьезное дело не делается. Но что хочу отметить, хотелось бы больше все-таки заниматься дорогами. У нас 230 с лишним километров дорог с асфальтным покрытием, а в летний сезон отремонтировали всего 5 километров. Конечно, этого недостаточно. Хотелось бы капитально ремонтировать, ну, хотя бы 20-30 процентов всех дорог в городе. А сейчас вот у нас такая зима снежная, скоро весна, и вот она, весна нас больше всего всегда пугает, потому что наши дороги оттаивают, появляется огромное количество ям, их нужно будет делать. Будем, будем стремиться, стараться делать. А что бы хотелось реализовать в 2017 году? Ну, в 2017 год мы уже для себя поставили планы, так скажем, это новая школа в микрорайоне. Уже сейчас ведется проектирование, проведены, сначала хотели сделать ее на 825 мест, но принято решение, что в том районе у нас школы очень загружены, плюс мы тоже застраиваем тот район активно, и дальше будут застраиваться, и проектируем уже школу на 1300 мест. Уже, так скажем, проведены переговоры с проектировщиками, они получили уже от нас тех задания, делаем геологию, и надеемся мы в 2017 году, к концу года уже получить положительное заключение экспертизы и начинать строительство. Также новый детский сад, у нас проект уже есть во втором микрорайоне, он уже прошел экспертизу с больностью под 8 баллов, то есть все как положено по современной технологии. Проект есть, сейчас идет согласование с областным бюджетом, ну и надеемся, что мы его тоже в следующем, ну, 17-19 год мы детский сад и школу должны обязательно построить. Ну, плюс то, что мы с вами говорили, вело, лыжная дорога, ну, то есть мы на сегодняшний момент планируем построить парк здоровья. Это в рамках проведения, у меня шахтер в одном районе города у нас будет, как мы сказали уже, Лапшиновка и лесной городок, и будем делать парк здоровья, вот, на, так скажем, на старте этой велодорожки. Ну, еще один вопрос хочется решить в наступающем году, это ремонт здания Дворца Творчества. Это мое обещание ветерана педагогического труда, и мы его выполним обязательно. Мы с вами встречаемся в преддверии Нового Года, а что бы вы пожелали Ленинск-Кузнечанам в новом 2017 году? Ну, в первую очередь, дорогие земляки, хотелось бы поблагодарить за все хорошее, что было сделано в уходящем 2016 году, за труд, за активную общественную работу, за меценатство, за терпение и понимание отзывчивости и доброту. Всех души желаю вам в новом году здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии. Желаю, чтобы всегда рядом с вами были ваши родные друзья, чтобы удачными были все ваши начинания и избывали все ваши мечты. Счастья, любви, праздничного настроения, за труд и активную общественную работу огромное спасибо наступающим Новым Годом.